Всем добрый день! Поступило несколько вопросов от наших участников. И один из них, что дает соединение Сатурна и Кету. Здесь нужно начать с того, что Раху и Кету действуют во многом противоположным друг другу. Если Раху это омрачение, то Кету это освобождение. Если Раху увеличивает, раздувает, создает пузырь, увеличивает стоимость чего-либо, то Кету наоборот делит на части, рассекает, уменьшает и сводит все к нулю. Если по Раху ценность чего-либо будет расти, то по Кету эта же ценность будет уменьшаться. Таким образом, соединение Раху и Сатурна это много работы, но и ценность этой работы растет. Соединение же Сатурна, которое показывает карму и нашу деятельность, работу, слово карма так и переводится как деятельность. Соединение же Сатурна с Кету означает уменьшение дел, уменьшение работы, освобождение от кармы. Но одновременно работа этого человека, ее мало и она не имеет большой ценности в глазах окружающих. Люди с таким соединением очень часто работают в сфере благотворительности, психологии. Причем иногда это консультации, но при этом Раху загружает человека работой постоянно. Работы настолько много, что в любой момент времени есть чем заняться. Когда же соединение идет Сатурна с Кету, ситуация противоположна. Человек может сидеть и ждать какого-то визита клиента, заказа или еще что-то. То есть он не будет занят все время. Его эпизодически будут привлекать к тому или иному делу или заданию. В этом, пожалуй, основное отличие Сатурна и соединение Сатурна и Раху, Сатурна и Кету. Кроме этого, Раху, как я уже сказал, означает омрачение и Сатурна и Раху означает, что деятельность человека будет в гуще страстей, в гуще событий. У него будет много потрясений в связи с деятельностью. Это нормально, это обычная ситуация. Что-то идет не так и человек сталкивается с такими вещами, которые его раздражают, которые не стыкуются друг с другом. Ему выдвигают претензии, он вынужден бороться, так скажем, с конкурентами. И все это, вот эта кипучая деятельность, она соответствует такому определению связи Сатурна и Раху, как Шрапит Йога. Это переводится как проклятие или, ну как бы вот такая, как бы это сказать, ну не черная метка, мы бы могли так это перевести на русский, да, как черная метка. Но на самом деле не все так ужасно, как рисует воображение, потому что просто по сути означает, что человеку придется погружаться в гущу событий, в гущу страстей, контактировать с большим количеством людей и по сути не принадлежать себе. То есть этот человек как бы по роду своей деятельности будет вынужден общаться с широким кругом людей, в том числе с иностранцами, с людьми, не вписывающимися в каноны общества, в рамки закона там и так далее. Поэтому это комбинация, которая на самом деле нуждается в коррекции. Соединение же Сатурна и Кету в чем-то противоположно. Здесь человек может найти даже во время работы какое-то такое уединение, отдохновение, заниматься трудом, как бы работать на себя, если так можно выразиться. Где ни он не зависит от других людей, ни другие люди никак не связаны напрямую с ним. То есть это такая, как режим консультации. Человек пришел, его проконсультировали и люди разошлись, дальше никто никому ничего не должен. Конечно консультация может повториться, но в целом это как бы не обязательно. Он не обязан повторять что-либо. Сейчас как раз приближается очень интересное время, Шани Джаянти. И это вот время, когда можно корректировать влияние Сатурна. Практически в каждом гороскопе оно нуждается в корректировке. Может быть за крайне редким исключением, но даже в этом случае, даже когда это исключение, все равно участие, например, в церемониях не только корректирует Сатурн, но и создают глобую карму. Для того, чтобы у человека был запас фурва-пуньи. А люди, как известно, черпают свою удачу из этого резервуара. По ведическим представлениям мы можем рассчитывать на удачу только в той степени, в которой мы накопили благие заслуги своей прошлой деятельностью. То есть накопили пурва-пунью. И один из способов накопить эту фурва-пунью, это участвовать в ведических церемониях, ягьях, хомах. Также, это очень интересный момент, делать все вовремя. Потому что Сатурн очень любит пунктуальность. Он очень любит, ну как бы, такую аккуратность, точность и учитывание временных рамок сроков. Если человек делает свои дела вовремя, это говорит о хорошем Сатурне, о том, что человек вписывается во время. И еще одно качество, которое говорит о хорошем Сатурне, это понимание границ своих и чужих. Если человек чувствует личные границы, да, своих, других людей, умеет держать границы, то есть не нарушает чужие и, соответственно, не дает, ну как бы так, обращаться больно со своим пространством личным. Все это показывает, что у человека достаточно сильный и гармоничный Сатурн, у него эта сфера, ну как бы, наработана. Ну вот, если вы себя не узнали в этом портрете, мини-таком портрете, то будем рады видеть вас на церемониях в честь Шани Джаянти. Шани Джаянти – это день явления Сатурна, день как бы его становления, рождения. И это достаточно большой ведический праздник, который почитается по всей Индии. И в связи с ним мы проводим церемонии в храмах Кералы, непосредственно в Индии. Вы можете поучаствовать, также я провожу марафон, в котором мы как раз занимаемся вопросом, как взаимодействовать с этой космической энергией, и как правильно строить свою жизнь таким образом, чтобы не нарушать космические законы, законы, по которым планеты проявляются в нашей жизни. И либо везут нас, и нам везет, мы получаем удачу, либо наоборот становятся препятствием, на которое мы натыкаемся в жизнь. Спасибо вам за вопрос, участие и всего доброго!